Это программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Без подземной парковки, но с надеждой на жилплощадь в мэрии, дольщикам пообещали достроить комплекс парковый. Два с половиной месяца до лета, но откроют ли детские лагеря? Не праздник, а рабочая смена, как 8 марта отмечают акушеры и врачи скорой. Губернатор региона внес изменения в коронавирусный указ. Режим самоизоляции для жителей края старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями продлен до 20 марта. А теперь, что касается послаблений. Они тоже есть. Соблюдать социальную дистанцию в полтора метра между людьми в кинотеатрах, спортивных объектах, концертных залах теперь не требуется. Правда, в случае, если они заполнены лишь на 75%. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня. К другим темам. Жители Сибирской долины готовы начать новую борьбу, чтобы самим распоряжаться дорожным фондом. Прокладывать асфальт, ремонтировать, чистить снег – это сейчас особенно актуально. Полгода назад они создали ТСН, что недавно жилой инспекции признала незаконным. Люди с этим не согласны. Если завтра ТСН чистить не будет, мы можем подавать жалобу на гуру. Дело в том, что сейчас участки в Сибирской долине имеют статус «Индивидуальное жилищное строительство». Дорог официально там нет. Поэтому поселок не может войти в муниципальную программу по их строительству. Туда не может ездить школьный автобус. Чтобы ситуация изменилась, полгода назад жители Сибирской долины и создали товарищество. Сейчас туда входят почти все жители. Они начали собирать деньги. На данный момент жилой инспекции признала товарищество собственников недвижимости незаконным. Люди уже обратились в прокуратуру и краевую администрацию. Остались без подземной парковки, но с надеждой получить жилье. Во время рабочей встречи в администрации города барнольским дольщикам все-таки пообещали достроить ЖК «Парковый». Напомним, стройка, как утверждают владельцы недостроенных квартир, заморожена уже полгода. Сейчас мэрия совместно с застройщиком Барнаулка «Обстроем» прорабатывает несколько сценариев достройки проблемного дома. Устраивают ли они дольщиков, расскажет Валентина Аскерова. Барнаулка «Обстрой», который на данный момент отвечает за ЖК «Парковый» и строит сразу несколько домов столицы края, уверенно идет к банкротству. Дольщиков такое известие крайне возмутило. Заселиться в свои квартиры они должны были осенью этого года, но строительство объекта заморожено. Когда об этом узнали, о проблеме заявили в СМИ. Мы уже купили какую-то технику даже в квартиру, планировку смотрели, как, что сделать, планы все строили. Сейчас, получается, все планы нужно менять. Мы в однокомнатной квартире на 20 квадратах в четвером живем, работаем, ждем квартиру. Напомним, собственником Барнаулка «Обстрой» является администрация города. Именно она и должна искать выход из сложившейся ситуации, пояснил губернатор Виктор Томенко, который взял проблему на личный контроль. Может быть, потребуется субсидировать как-то часть деятельности Барнаулка «Обстрой». Если это законом возможно, то, может быть, и на эти цели надо пойти. Все-таки провалы и даже преступления, которые в конечном итоге были совершены конкретными должностными лицами этого предприятия, или уж тем более курировавшими их сотрудниками администрации города, это ответственность городских властей. Буквально вчера в мэрии прошло совещание, где решалась дальнейшая судьба дома на Парковой-71. Чиновники, застройщик, представители прокуратуры рассуждали о судьбе новостройки. Дольщики внимательно слушали. СМИ навстречу не пустили. Вообще, положительный настрой рабочей группы очень понравилось, что настроены достраивать. Есть активы у Барнаулка «Обстроя», которые они будут предпринимать для предотвращения банкротства. Нам предложили дорожную карту. Поэтапные этапы строительства, даты этого строительства. Сейчас пока точных дат нет. Все зависит от судебных дел. А судебных исков у Барнаулка «Обстроя» немало. На застройщика подали в суд дольщики двух недостроенных домов на Павловском тракте. Иски исчисляются миллионами рублей. И поэтому, как именно будут предотвращать банкротство Барнаулка «Обстроя» – большой вопрос. Мэрия ответить на него пока не может, но признает, что финансовая ситуация на предприятии сложная. В администрации города совместно с Барнаулк «Обстроем» прорабатывается несколько вариантов достройки дома по улице Парковая, 71. Разрабатывается дорожная карта, которая предусматривает возможные сценарии развития событий. Нами рассматриваются все варианты, чтобы завершить стройку и дать людям возможность получить свое жилье. В ходе рабочей встречи стало известно, что проект на Парковой будут удешевлять за счет подземной парковки. Застройщик уже закупил песок, чтобы засыпать ее и тем самым сэкономить. В постройке сейчас идет решение об уменьшении количества парковочных мест. Подземная парковка будет уменьшена. Идет экспертиза, изменение проектной документации планируется, работы по засыпке подземной парковки. Ее будут уменьшать. Чтобы сэкономить, быстрее достроить и быстрее начинать сдавать дом. Людям пообещали, что рабочая группа будет собираться раз в неделю. А дольщики, в свою очередь, надеются, что с каждой новой встречи появится больше конкретики. И в конце концов им назовут реальную дату сдачи объекта. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Итоги визита премьер-министра России Михаила Мишустина продолжают подводить в регионе. Вместе с председателем правительства Алтайском крае работали еще несколько министров. В том числе Денис Мантуров, министр промышленности и торговли. В Барнауле он посетил завод АТИ. Подробности у Ирины Карчагиной. Третий в стране и единственный за Уралом. Генеральный директор завода Артем Шамков показывает гостю динамометрический стенд, который появился на предприятии в 2019 году. Стенд способен создавать нагрузку на ось до 30 тонн. Такие мощности позволяют испытывать тормозные колодки для железнодорожных вагонов, оперативно вносить коррективы в состав смеси и технологию их производства. Министр промышленности и торговли страны оценил новую продукцию и ту, которая уже стала классикой производства. Нам было важно показать не только те классические производства, которые развиваются в нашем предприятии уже более 60 лет, а показать именно новые производства, новые изделия, которые нам удалось запустить и реализовывать эти проекты благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли. В течение последних двух лет предприятию удалось компенсировать часть затрат на приобретение нового оборудования благодаря кластерному проекту. На его реализацию было выделено 277 миллионов рублей. Деньги точно были направлены эффективно в то оборудование, которое дает сегодня расширение возможности развития этого предприятия, транспортное машиностроение, автопром, сельхозмаш, нефтегазмаш. Это те отрасли, которые сегодня заинтересованы в современной продукции. Мы рассчитываем, что коллеги на этом точно не будут останавливаться, будут продолжать свой уровень на предмет модернизации и появление новых образцов промышленной продукции. И, наверное, самое главное, что такие меры поддержки помогают не только развиваться предприятию, расширять производство, но и создавать новые рабочие места для жителей края. Ирина Корчегина, День с толком. Продолжим. До лета два с половиной месяца. В Барнауле уже можно подавать заявки на приобретение путевок в детские лагеря. Правда, некоторые родители все еще недоумевают. А будет ли отдых? Ведь в году минувшем сезон из-за пандемии так и не открыли. К тому же возникает вопрос, а по карману ли путевки? Ответ искал Илья Кочетков. В 2020-м, в год всемирной пандемии, без отдыха остались не только любители загранпоездок, но и школьники, те, кто проводил свой летний отдых в оздоровительных лагерях. Из-за ограничений работу лагерей на Алтае, как и по всей стране, приостановили. Так что возвращение в прежний режим ждали с нетерпением и дети, и родители. Ребенок в прошлом году был очень расстроен, что не получилось съездить в лагерь из-за пандемии. Переносили многократно, но вот так и не случилось. И в этом году мы очень надеемся и верим. Я просто уверена, что, конечно, детям нужно отдыхать, и обстановка улучшилась. Наверняка мы в лагерь поедем. Юлия призналась, напугали посты в соцсетях, что цена на путевки сильно вырастет и станет неподъемной. Как нам объяснили в Краевом Минобре, в наступившем году стоимость одного дня в оздоровительном лагере действительно выросла. Примерно на 200 рублей. Причин несколько – это и инфляция, и дополнительные затраты на соблюдение санитарных норм. Так что стоимость средней смены, а это 14 дней, составила 18 500 рублей. Впрочем, у всех родителей есть возможность сильно сократить свои затраты. На уменьшение дается субсидии с краевого бюджета на каждого ребенка, проживающего на территории Алтайского края, 6 300. И если родитель работает в бюджетной сфере, в государственной сфере, в краевых учреждениях, то он получает еще 4 300. И то есть путевка может быть для родителя меньше на 10 650 рублей. Продолжат действовать и дополнительные субсидии, например, для многодетных. Третьи и последующие школьники в таких семьях едут отдыхать бесплатно. Кстати, на начало марта поступило более 700 заявок на получение субсидий, то есть фактически заявок на путевки. Прием от желающих продлится до 1 июля. Отметим, после подачи заявки через единый портал «Заявка-22» родитель должен в течение двух недель обратиться в выбранный лагерь, подготовить необходимые документы и в течение 40 дней оплатить путевку. Кстати, лучше сделать это пораньше. Число самих лагерей в этом году по разным, в том числе экономическим причинам, сократилось с 66 до 53. Илья Кочетков, День с толком. И даже в Международный женский день они будут работать. Это не врачи, не полицейские, не спасатели. Но жизнь тысяч барнаульцев зависит от них, социальных работников. Прошедший год с марта 2020 по март 2021 для этих специалистов был трудным. Они не могли полностью перейти на удаленную работу. Людям во время пандемии нужна была реальная помощь. И они работали, стараясь не думать о страхе. Сотрудники комплексного центра соцобслуживания Октябрьского района Барнаула – одни из тех, кто был рядом с барнаульцами, которые нуждаются в социальной помощи. За волной пандемии очень скоро пришла волна звонков о помощи. И ее принимали социальные работники. Валентина Тарасова объясняла жителям возможные меры поддержки, записывала адреса, списки продуктов, сама их отвозила и даже относила. За первые месяцы сюда обратилось 1200 человек. У нас волонтерами как раз работали сами сотрудники. Причем, вы знаете, ну и работали, я понимаю, что многие же рисковали буквально, потому что мы выезжаем, мы незнакомые люди. Причем, когда мы выезжали, мы отрабатывали весь город. Семьи нам никто не отменял. И это не о мужестве с детьми. Наталья Рачан курирует 250 неблагополучных семей. И эти милые женщины следили, чтобы родители, запертые со своими детьми в домах, тратили деньги на еду, а не алкоголь. В будни работа на ногах, в выходные на телефоне. Когда вот начался спад вот этого всего, карантина и вируса, вот тогда уже, наверное, мы где-то расслабились и поняли, что в какой напряженной ситуации мы работали. И уже тогда поняли, что психологически нам было непросто. А в тот момент, ну нет, как-то мобилизовали все силы и вперед работать. Тогда мало кто понимал всю опасность вируса, но сразу стало ясно. В защите нуждались и сотрудники центра, и их подопечные. И буквально в первые дни апреля сюда была передана партия антисептика от депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Сотрудники центра обрабатывали санитайзером руки, передавали его многодетным семьям. Я искренне вам благодарен за, наверное, ваше отношение к своему труду и за верность своей профессии. Более чем уверен, что люди, которые от вас получили эту помощь, молятся на вас. Ежедневная помощь – не единственное, что делал Центр соцзащиты Октябрьского района. В 2020-м ковидном году здесь оборудовали комнату для занятий спортом для детей из неблагополучных семей и реабилитации инвалидов. Вот здесь, скажем так, подвешивается, и он может передвигать ножками, находясь вот в таком подвешенном состоянии. Клетка с растяжками, велосипед, шведская стенка и другое спецоборудование. Для многих мам это единственная возможность заниматься с ребенком. Работы в центре много, адресная помощь продолжается. Внимание подопечным требуется часто и вне рабочего дня. Поэтому слова благодарности и подарки очень приятны и дают новые силы. Поздравляю вас с наступающим. Анастасия Драган, Алексей Фризин, День с толком. А для этих женщин 8 марта практически обычная рабочая смена. И тем не менее, врачи скорой помощи, акушеры, гинекологи и другие работницы медицинского фронта тоже отмечают женский праздник. Как им при этом удается принимать роды и оперировать, мы и попытались узнать. Это весной, будто сама природа кричит о своем возрождении. Устами младенца. Тот же саундтрек сопровождает празднование женского дня во втором роддоме Барнаула. Анна Моисеева, акушер-гинеколог высшей категории со стажем 15 лет. Она, как и коллеги, уже привыкла принимать на посту и деток, и поздравления одновременно. Ну, безусловно, это день, с которым ты просто более счастливый приходишь на работу, потому что это весенний день, это, наконец-то, как бы ожидается что-то новое, что-то новое в жизни, несмотря на то, что Новый год был уже давно. Но тебя поздравляет мужская часть коллектива, которая в этот день с тобой дежурит, бригады скорой помощи, если мужской состав приезжает, тоже, безусловно, поздравления. Поздравления на формате работы роддома никак не отражаются. Все-таки ответственность высокая. Тем более многие мамы, как говорят врачи, хотели бы родить 8 марта. Но тут уж как получится. По подсчетам врачей второго роддома за последние годы в этот день появилось около 150 мальчиков на почти 90 девочек. Для женщин, мы говорим, это всегда праздник и выходной день для вашего малыша. Отличается 8 марта в роддоме тем, что новоиспеченные папы стремятся еще грандиознее поздравить своих дам. Здесь чего только под окнами не видели. А вот в здании неподалеку Краевой клинической больницы скорой помощи тоже могут рассказать и о лепестках роз, и о танцах, посвященных пациенткам. Сюда поступают все первоочередники с обострениями и травмами. Как и от младенцев, от них ни на шаг не отойти. Татьяна Удовиченко, хирург с 20-летним стажем, говорит, что работать 8 марта врачам тяжелее. Как раз от того, что другим легче. Да, много в праздниках, конечно, пациентов в алкогольном опьянении. Вот поэтому мы так предполагаем, что 8 марта в состоянии алкогольного опьянения пациентов будет больше. Нагрузка на врачей? Увеличивается однозначно. В любые праздники нагрузка увеличивается, ну, процентов, наверное, на 30-40. Это всегда так было. Ну куда ж еще больше весны. Праздника добавляет поздравления коллег-мужчин. Кстати, Татьяне, вероятно, проще других. Она 8 марта, как и сегодня, будет на смене вместе с мужем. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Жительниц Барнаула сегодня ждал сюрприз на дорогах. Сотрудники ГИБДД останавливали девушек-водителей. Ну, не для того, чтобы выписать штраф, а чтобы поздравить с наступающим 8 марта. К слову, некоторые дамы успели испытать небольшой стресс. Вы вот как-то грустно останавливались, а сейчас вы уже улыбаетесь. Ну, по традиции это не очень приятные остановки. Вы сразу уже улыбались. Да. Мы себя выдали, да? Да. Пожелать вам счастья, семейного благополучия и здоровья. Подобная акция от ГИБДД проходит не первый год и уже стала доброй традицией. Инспекторы успели поздравить с десяток автоледи по всему городу. Это одно из наших любимых мероприятий, потому что в этот день мы дарим нашим чудесным женщинам положительные эмоции. Эмоции, конечно, первоначально, они разные у всех, недоумение, у кого-то страх даже вызывает. Но итог один. Итог это счастье, радость, улыбки. Женщинам вручили не только цветы, но и подарки от партнеров, а еще дарили приятными пожеланиями на год вперед. 8 марта – отличный повод освободить свою женщину от готовки и порадовать ее пиццей, роллами. В общем, всем, что так любят наши девушки. Как в предпраздничные дни ресторанам удается доставлять заказы вкусными и горячими, расскажем далее. Сеть ресторанов «Грильница» с самого утра море заказов. В праздничные дни это всегда ажиотаж. Компании заказывают на корпоратив пиццы, большие сеты и даже шоурму. Женская половина нашего телеканала тоже решила брать по-крупному. Наш заказ – это 100 порций в общей сложности, 800 роллов. Посмотрим, смогут ли в «Грильнице» ровно к двум часам привезти наш заказ. Ведь именно в это время у нас начинается корпоратив. Ко всем праздникам мы готовимся заранее. Составляем таблицу при заказах, чтобы правильно распределить нагрузку поваров и курьеров. Мы очень ответственно относимся к праздничным дням, чтобы вы получили вкусную и горячую еду. Максимальное время доставки – 90 минут во все районы города. Наш курьер успел вовремя привезти роллы, как раз корпоративу. Как и мы, сегодня свой выбор в пользу «Грильницы» сделали десятки других компаний и просто жители города, которые доверяют безопасности и качеству ресторанов «Грильница». А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...